Здравствуйте! В эфире национального телевидения «Чуваши» информационная программа «Республика» в студии Татьяны Трофимова. Смотрите сегодня. На внешние рынки «Чуваши» предстоит удвоить экспорт продукции агропромышленного комплекса. Тогда новости, теперь история. В Чубаксарах открылся музей фотокорреспондентов. Ноздря в ноздрю. В Чувашии прошли конные бега, ледовый кубок Чувашии 2019. Агропромышленный комплекс страны расширяет границы. Удвоить объемы экспорта такую цель перед аграриями поставили в майском указе президента. Реализацию приоритетного проекта обсуждали на расширенном совещании в Казани. Его провел министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Какие задачи стоят перед регионами, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. После ужесточения санкционного режима в стране увеличились объемы выпуска пищевой продукции. Регионы полностью обеспечены зерном, овощами, сырами, мясными деликатесами. Этот список можно продолжать. Приоритетная задача, которую в своем майском указе обозначил президент, нарастить долю экспорта. Реализацию важнейшего для агропрома национального проекта обсуждали на расширенном совещании в Казанской ратуши с участием главсубъектов. На выставке в Казанской ратуши продукция с приставкой «Эко». Спрос на нее продолжает повышаться. Причем заказы из-за рубежа поступают на большинство предприятий агропрома. Ежегодно реализуем как бы за границу Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Узбекистан до 6,5 тысяч тонн. Из них семена в Азербайджан и Киргизию, Узбекистан, в основном семена, а Казахстан продовольственные картофели. В республике по итогам прошлого года доля экспорта продукции АПК превысила 23 миллиона долларов. Ключевым торгово-экономическим партнером региона выступает Китай. Вообще продукция экспортируется, продукция АПК в 26 стран мира. Наша сильная продукция, что 80% всей продукции, это переработанная продукция, не сырье, то есть не зерно. В основном, конечно, кондитерские изделия, около 70%. Кроме этого, разные соуса, горчицы и так далее. В 2018 году первый раз Чувашская республика экспортировала в Германию, в Иран зерно и масличные культуры. И по прогнозам, объемы экспорта зерна в ближайшие годы вырастут. Спросом за рубежом также пользуются мясо, молоко, масло и конфеты. Но чтобы наращивать долю продаж, необходимо больше производить и развивать глубокую переработку продукции. Сегодня Приволжский федеральный округ занимает почетное второе место в России по производству продукции АПК. По нашим прогнозам, к 2024 году округ увеличит экспорт более чем в два раза. С нынешних 1,2 миллиарда до 2,8 миллиарда долларов. Чтобы достичь поставленных целей, округу необходимо значительно увеличить производство сельхозпродукции, предназначенной на экспорт. В частности, к 2024 году необходимо нарастить валовый сбор зерновых культур до 31,8 миллиона тонн. Сбор масличных культур до 7,3 миллиона тонн. Также необходимо увеличить производство скота и птицы до 3,4 миллиона тонн. Рост экспорта должны обеспечить и новые предприятия. В Чувашской республике в ближайшее время начнет работу современный тепличный комплекс. Всего же в регионах округа, только в сфере АПК, будет реализовано более 20 инвестиционных проектов. Со стороны аппарата полномочного представителя регионам округа будет оказано необходимое содействие в решении проблемных вопросов, возникающих в ходе реализации федерального проекта. И с 1 января 2020 года должна заработать новая государственная программа по развитию сельских территорий, над которой в настоящее время активно ведет работу министерство. На первый план выходит и поддержка фермеров. Для хозяйств, реализующих новые проекты, предусмотрели льготные кредиты. Мы довольны как объемом выдаваемых кредитов предприятиям агропромышленного комплекса, так и качеством обслуживания этих кредитов. В целом это измеряется не только деньгами, но и количеством возведенных комплексов, количеством производимой продукции. Так что я считаю, что Чуваши, во-первых, это очень крепкий филиал и крепкий регион. Глава региона отметил, что национальный проект открывает перед аграриями новые возможности. И для тех, кто будет продавать свои продукции на экспорт, будут соответствующие субсидии выделяться. Михаил Игнатьев обозначил и другую задачу. В ближайшие годы в республике должно увеличиться количество предприятий, чья продукция сертифицирована по международной системе качества. И продукты переработки по качеству отличаются с учетом особенностей нашей республики. Поэтому выражаю слова благодарности всем сельхозтоваропроизводителям Чувашской республики. Национальный проект «Стратегия на шесть лет вперед». Задача республики – нарастить долю внешней торговли в секторе АПК более чем в два раза до 50 миллионов долларов. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев. Республика. Исказание. С 1 января 2019 года в России перешли на новую систему обращения с отходами. В Чувашии она заработала еще в октябре прошлого года. Был выбран региональный оператор ЭК «Центр», который взял на себя все этапы работы с отходами – от вывоза мусора до устранения нелегальных свалок. Составлены графики вывоза ТКО, определены места, откуда нужно вывозить. Однако переход на новую систему проходит не так гладко, как хотелось бы. Сегодня на еженедельном совещании главы республики и правительства Чувашии обсудили проблемные моменты. Услуга по сбору ТКО, она сегодня новая. Есть определенные проблемы. В частности, до сих пор непонятно, сколько контейнерных площадок и, собственно, самих контейнеров не хватает по всей республике. На 20 февраля 13 тысяч площадок полностью оборудованы. По предварительным данным, около 5 тысяч евроконтейнеров необходимо установить. На эти цели требуется порядка 50 миллионов рублей. Если нужно докупить эти 5 тысяч контейнеров или 7 тысяч, надо купить. Кто будет его покупать, надо определиться. Закупка контейнеров может осуществляться как муниципальными образованиями, так и региональным оператором, так и другими участниками процесса. Они приехали, называется, муниципалитеты, скажут, у нас денег нет, у нас бюджет. Региональный оператор вся из чем-то не собирает, тоже денег нет. И как мы разрешим-то, Алексей Алексеевич, этот вопрос. Михаил Игнатьев потребовал, чтобы все участники процесса в кратчайшие сроки распределили между собой обязательства и разработали механизм, который будет работать без сбоев. Глава республики заострил внимание и на других вопросах. Собираемость плохая, собираемость надо увеличивать. И когда 20% населенных пунктов охватите? Мы всячески пытаемся сделать удобным для населения оплаты, комфортным. 20% оставшиеся, я считаю, что мы в течение квартала, ну, 4 месяцев, мы охватим. Значит, от глав сельских поселений мы получим места накопления, согласованные графики и будем ездить по всем населенным пунктам Чувашской республики. Из плюсов внесена ясность в тарифы по вывозу отходов. По поручению главы республики, Минстроя республики, организована работа для определения норматива ТКО раздельно по многоквартирным домам и по индивидуальному жилищному сектору. На период корректировки нормативов накопления ТКО на основании оперативных данных рекоператору рекомендовано снизить плату гражданам, проживающих в индивидуальных домах в сельской местности. В январе 2019 года эта работа произведена и была снижена плата почти на 20%, то есть и составила 60 рублей 71 копейку. И было это сделано в 1701 населенном пункте, не сниженном только в городах и районных центрах. Сегодня, по данным Минстроя республики, общий объем вывоза ТКО составляет более 700 тысяч кубометров отходов. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. Муниципалитеты республики продолжают подводить итоги социально-экономического развития. Сегодня обсудили результаты работы и планы на будущее Чебоксарского района. Какие приоритеты перед местными властями обозначил глава Чувашии. Подробности в следующем материале. Близость к столице республики и прямой выход на федеральную трассу отражается на развитии экономики. Чебоксарский район активно привлекает инвесторов. В прошлом году было реализовано 16 проектов. Создано более 140 рабочих мест. Реализация еще 32 проектов будет продолжена в текущем году. Так, одним из крупных проектов района является строительство тепличного комплекса на Чебоксарске. Проект с стоимостью 6,6 миллиардов рублей. В муниципальном бюджете увеличивается доля собственных доходов. В основном за счет налогов. Но и потенциал большой. Не очень эффективно работает статья аренда земельных участков. Здесь намечается растущая задолженность. Поставайте теперь, будем взыскательно подходить. Если не освоили, не выполнили обязательства, расторгайте все эти арендные договора и выставляйте по новой на продажу. Заработайте деньги. Инструментом развития муниципалитета должна стать и программа инициативного бюджетирования. Только в Чебоксарском районе в этом году намерены реализовать более 20 проектов. Когда человек вкладывает свою рубль или свою копейку, любой объект, введенный, отремонтированный, по-другому ценится, человек говорит, я тоже здесь принимал участие, вложил свои заработанные деньги, это очень важно. Поддержка муниципалитета будет увеличиваться, отметил Михаил Игнатьев. В республику продолжают поступать дотации из федерального бюджета. По этому году мы с федерального бюджета получаем 23 миллиарда почти 400 миллионов рублей. Это с плюсов к уровню прошлого года на 21,5% больше. Вот эти средства мы с задачами не держим, все отправляем получателям. Они все являются участниками государственных наших программ. Немалые суммы в этом году планируется направить на ремонт дорог, строительство новых фабов, модернизацию домов культуры и благоустройство улиц. Дмитрий Ковалев, Республика. И сегодня же глава региона подвел итоги социально-экономического развития Мариинско-Пасадского района. Подробности в ближайшем выпуске программы «Республика». Верховный суд Чувашия отменил приговор бывшему министру природных ресурсов и экологии Чувашии Ивану Исаеву и отправил дело на новое рассмотрение в Ленинский районный суд Чубаксар, пишет газета «Коммерсант». Бывшего министра обвиняли в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере, с использованием служебного положения. Но вину за собой Иван Исаев не признал. В Верховном суде информацию подтвердили. Президиум Верховного суда Чувашской республики постановил кассационную жалобу удовлетворить приговор Ленинского районного суда и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Чувашской республики в отношении Исаева Ивана Васильевича по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса РФ и Мусабирова Геннадия Николаевича по части 5 статьи 33, части 3 статьи 260 Уголовного кодекса РФ отменить уголовное дело в отношении них, передать на новое судебное рассмотрение в Ленинский районный суд города Чубаксары в ином составе суда. Туризм, экология и цифровое развитие. Чубаксары участвуют сразу в нескольких федеральных программах. Этапы их реализации обсудили сегодня на планерке в администрации Чубаксар. Чуващее сердце Волги. Создание туристского кластера сейчас на стадии детальной проработки. Разработана дорожная карта реконструкции Красной площади и Московской набережной у Свято-Троицкого монастыря. Необходимо получить экспертизу на ориентир для нас 10 марта. Это реконструкция пятого этапа Московской набережной, это строительство ливневой канализации на Московской набережной, но и проектирование инфраструктуры к объектам туристской инфраструктуры, гостиницам, домам отдыха и так далее. Преображаться городские места будут за счет федеральных субсидий. Из бюджета страны только по двум другим программам выделили 300 миллионов на строительство сооружений, очистки дождевых стоков в центре города и водопроводов Чандрово. Объявить аукцион в электронной форме на строительство объекта строительства водопровода от повысительной насосной северо-западного района до поселка Чандрово планируется в апреле текущего года заключить контракт в июне 2019 года, завершить строительство в июне 2020 года. Будут построены сооружения очистки дождевых стоков в микрорайоне Волжский 1-2. Работы запланированы в микрорайонах Новый город, Грязевская стрелка, в районе улиц Якимовская и Марпасадского шоссе. В общем, 7 объектов на сумму более 2,5 миллиардов рублей. Самое главное – прекратятся неочищенные сбросы Волги, чего требует и национальный проект экологии. Хотел бы отметить, что администрацией города водоканалом ведется своевременное проектирование объектов. За 2, за 3, может быть, за 4 года до реализации проекта мы начинаем проектирование. Чебоксары стали пилотной площадкой федерального проекта «Умный город», который входит в состав нацпроекта «Цифровая экономика». На стратегической сессии, которая состояла в Чебоксарах под руководством заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрея Чибиса, расставили приоритеты цифрового развития, выявили проблемы и представили пути решения. Следующий этап – разработать дорожную карту и паспорт проекта. Большую помощь в этом оказывает правительство республики. Ирина Волкова, Алина Сусметова, Игорь Зверев, Республика. С этого года штрафы за нарушение правил дорожного движения начали поступать в Дорожный фонд Чувашии. Напомним, до этого деньги шли просто в бюджет региона. Таким образом, в прошлом году республиканская казна пополнилась на 473 миллиона рублей. Выписан 1 миллион штрафов. 80% из них зафиксировали камеры фото- и видеонаблюдения. Основные нарушения – превышение скорости и проезд перекрестков. Всего в республике установлено 200 стационарных и передвижных комплексов фото- и видеофиксации. Передвижные комплексы мы используем на аварийных участках, на федеральной трассе, на республиканских дорогах, где сегодня очаги аварийности создают проблемы во всем направлении движения. Это основном скоростные участки, где водители выезжают на полос, встречные движения, и на селенных пунктах перед пешеходными переходами и перед образовательным учреждением, где дети сегодня переходят у нас в школу. Также мы используем стационарные комплексы, которые сегодня стоят на федеральной трассе. Это перед населенными пунктами, на аварийных участках. В этом году на дорогах республики установят новые комплексы. Только в Чебоксарах их появится 9. Продолжение следует... 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 в ноздрю. Самым резвым оказался жеребец по кличке Помпей. Фенел Земдиханов из Батревского района завоевал большой ледяной кубок Чувашии. Так открылся новый сезон. Календарь лиги расистых бегов насыщен. В июне пройдут отборочные соревнования, а в июле финальная гонка. Татьяна Леонтьева, Павел Рядков, Республика. По данным сайта погода21.ру на этой неделе Чувашию ожидают два циклона. Они приведут к температурным скачкам. Во вторник ожидается небольшое потепление от минуса 3 до плюс 2 градусов и снег. Однако уже в среду подует холодный ветер. Температура понизится до минус 13, минус 18. К выходным синоптики прогнозируют метель, снежные заносы и очередное понижение температуры. Местами до минус 22 градусов. Перепад температур весьма способствует появлению сосулек. Поэтому акция «Стоп сугроб» плавно переходит в акцию «Стоп сосульки». Горожан просят сообщать о свисающих с крыш домов и зданий ледяных наростах по электронной почте «Стоп сугроб собака gmail.com». Если их не убирают управляющие компании, то можно пожаловаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 23 50 75. На этом я с вами прощаюсь. Берегите себя. До встречи в эфире Национального телевидения Чувашия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова